Больше 60 участников из 8 населенных пунктов трех регионов Поволжья. Предприниматели и рабочие, студенты и школьники. В игре «Дорога героев» приняли участие даже десантники из 31-й бригады и монахи Жадовского монастыря. Мы очень хотим, отец Тихон, отец Федор, чтобы у вас на Низинской земле развивался страйкбол, чтобы молодежь была при деле, занималась, не лазила, а занималась нормальным мужским делом. Приветственные слова и подробный инструктаж по технике безопасности. Главное пожелание – честная и бескомпромиссная игра. Перед стартом – традиционный молебен. Слава Туисену, Господи, 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 Благослови Христе Божий. С началом периодических богослужений и освящения престола Нового Богородицы Рождественского Кафедрального Собора в Индзе началась и активная работа с подрастающим поколением. Страйкбол – это не компьютерные стрелялки. Для молодых ребят это не только увлекательное, но и очень полезное времяпрепровождение. Тем более, что все они собираются служить в армии. Как всегда, наша главная цель – это патриотическое воспитание молодежи в свете евангельских заповедей. Именно вот эта цель у нас состоит. Молодежь сразу откликнулась. У нас сейчас уже здесь игра. Более 60 человек, порядка 15 человек из Индзе. Думаю, будем только расширяться и взаимодействовать. Мы рады тому, что молодежь не шатается по улицам, а занимается хоть каким-то полезным делом. Опять же, плюсов, скажем так, больше гораздо, чем минусов. Да минусов, можно сказать, вообще нет. По сценарию игры участников поделили на две команды. Первая обороняла, второй предстояло занять четыре здания на заброшенной хлебоприемной фабрике, взорвать закладки и захватить флаг. У оборонявшихся преимущество – слаженность. У нападавших – небольшой численный перевес. Однако первые же атаки захлебнулись, так толком и не начавшись. Штурмовики пошли на хитрость, взяли УАЗик в качестве бронемашины. Но и тут провал. И только спустя полтора часов боев оборона оставила первое здание. Сама игра шла больше пяти часов. В результате оборонявшиеся, состоявшие в основном из бойцов Кузнецкого клуба «Добрыня», сами вынесли флаг, обозначив всем самым свою победу. Несмотря на результат, эта игра понравилась всем. Пацаны, игра всем понравилась? Это видос пошел! Да! Играет музыка! Играет музыка! Класс! Класс, супер! Было решено, что теперь страйкбольные игры в Индзе станут, как и богослужения в новом Богородице-Рождественском соборе, регулярными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова